Эта информация будет в нескольких роликах подряд, а все потому, что я создал свой Телеграм. Я не буду там продавать прогнозы, можете не бояться, а все это сделано потому, что нужны оповещения. Именно в Телеграме я могу делать оповещения без каких-то задержек и проблем, они у вас всегда будут появляться на телефоне. Поэтому я оставлю ссылочку на мой Телеграм в описании. И чтобы вас больше замотивировать подписаться на Телеграм, в течение недели я буду разыгрывать по одному скину на 10 долларов в Телеграме. Поэтому заходите, ссылка в описании, а мы идем дальше. Здорово, дружище, и у меня 126 долларов осталось на балансе после того, что я сделал в прошлом ролике. Если ты не видел, то посмотри, я там апнул тысячный уровень. Вопрос зачем, я не знаю. Не надо, пожалуйста, я думал это круто. Хотя я даже сего не знаю, может быть это круто. В общем, я иду открывать кейсы. Апнув тысячный уровень, я апнул огромное количество кейсов в своем инвентаре, которые получились у меня, по сути, бесплатно. Так, тупейшая психология, я потратил огромные деньги. Ладно, окей, давайте начинать. Поставьте по-браске лайк, потому что это... Я не понимаю. Ну вот, после слова по-зязи, мне кажется, можно. Все, полетели. Окей, пойдем открывать кейсы. Так, я покупаю 50 кейсов. Так, пока начнем с 20. 50? Ну 50, включи. Все, let's go. 50 открытий кейса, расколотая сеть. Давай, сейчас калаш выпадет. Мимо. Найс. Найс, говоришь? Подожди, а ты хоть знаешь, как вообще ножи тут выглядят? Да, конечно. Я показывал в прошлом ролике, да. Так, нам падает единственная дорогая шмотка, которая сейчас у нас есть по 2000. Я сразу открою с тем браузер, чтобы понимать, сколько это стоит вообще, что нам падает. А 17 центов, 53 центов. Нет, вообще все мимо. Слушай, ну мне нравится, как выглядит эта операция. Очень интересно. Как я летаю. Да. Чек-бал? Ну только один раз, но вживую как бы хочется помнить, что такое мод. Да, когда-то пролетает желтое, и оно останавливается, чувак, это самый приятный момент в жизни. Какое бы ни было настроение, ты будешь кричать. Слушай, у тебя бывало такое, чтобы нож пролетел? Да, да, да. Остался вот. А, нет, так нет. Просто вначале мог пролететь. Жесть. Давай, ладно, давай все-таки докрутим полностью. То есть, выключать я не буду. Расколотая сеть. Как думаешь, что это означает? Слушай, ну пока что... Подожди, дай мне... Блин, я хочу хотя бы посмотреть, что может быть. Ммм, сейчас я покажу. В общем, самое интересное, что в этом кейсе именно это у нас получается... Вот этот тег красивый. Очень красивый. Авик, который мне не нравится. Ну, он так себе слабенький. Ну, это неплохо. Да. Я уверен, что этот скин будет скоро на других оружиях. Он очень хороший. Что там, сталки написано? Да. Слушай, ну да. Ну, больше ничего нет. Это плюс-минус интересно. Ну, и с этим оружием никто не играет. В общем... Нет, на самом деле с кейс не очень, правда. Вот тег 9 и мак 10, только этот скин уже был на эмке. На самом деле, самое интересное отсюда это нож. Да, на самом деле. Поэтому кейс сразу стоит 1 доллар, то есть он говно. О, увидел? Мак 10 был. Да, здесь, понятное дело, только ножик нас спасет. По настроению, по бабкам и так далее. А представь, я реально смогу окупиться. То есть, если мне выводят ножик за 500 долларов, я окупаю полностью все два ролика подряд. Да? Да. Один ножик. Ну, ты же знаешь, что он не выпадет. Слушай, факт в том, что он может вообще не выпасть, да. Да. Ну, и во-вторых, то что он может упасть за 50 долларов, а может упасть за 500. Или за 1000 страз. А если выпадет статрек-калаш такой? Нет, не-не-не-не. Только мак 10 статрек прямо с завода здесь прямо спасет. Или бы авик, потому что красный. Но такой, такой себе кейс. То есть, он уже упал, он уже дешевле стоит, чем последний, который был. Все мимо. Мы открываем уже 19 кейс. Я вот так вот. Фух, а что, что, не ножик, чувак? Так бы кайф потерял бы. Да? Ну, конечно, когда желтое ты не видишь. Слушай, пока что очень слабо. Минус ужасный. Слушай, пока только минус, я плачу. Блин, так легко вообще потратить деньги. Я не так быстро улетаю. В никуда, понимаешь? Просто в никуда. Я потратил деньги, которые я планировал потратить на хост Сабершок. Серьезно? Да. Все, не будешь расширяться. Все, Сабершок закрытие. Причина новая операция. Смотри, все мимо. Все мимо, просто даже намека на красного нет. Ребята, просто поддержите лайком, потому что хотя бы это поможет ему не так расстроиться. А то он потом мне звонит, плачет. Рука. Не надо вспоминать мое детство. Не, на самом деле, вот реально, чисто ножик спасает. Потому что, как минимум, здесь скины, они не такие красивые. Ну, то есть, середнячок вообще. Да, вот этот бизон, который выпал, он вообще ничего не стоит. Доллар 43 цента, чувак. Вот раньше кейсы, где там, типа, ну... Да почему раньше? Ну и сейчас же есть, которые эмко, там, калаш и прочее. А сейчас, ну, кисок. В этом кейсе только ножик. Он нам выпадет только, когда останется три кейса. Да? Да, да, да. Это реально, это инсайд, такую информацию, да? Ну да, мне сейчас просто позвонил, я же поэтому... Даня, расскажи про Испанию, а вот ты из Испании. Расскажи про ютуберов по CSGO в Испании. Про ютуберов по CSGO в Испании? Слушай. Я знаю только, я не знаю ни от одного. Честно сказать, честно сказать. Эх, нет. CSGO, ну, Counter-Strike вообще в Европе, если только не Германию и Францию считать, то очень слабенькая, на самом деле. То есть, в Испании, по крайней мере, очень слабая. А во что они играют в Испании? Ну, в Испании они все с консолей играют. Ну, то есть, PlayStation, Xbox, Game Boy, это как бы для них это всегда было. Я когда только приехал туда, у всех была Плойка, Xbox. То есть, компьютер это на второй второстепенный, да? Когда киберспорт начал зарождаться, тогда уже начали. То есть, CSGO ютуберов там прям нет? Нет, есть, конечно, но они не топ. Не то, что здесь. Ну, здесь прямо очень хорошо развито. То есть, даже идеи и так далее. То есть, там, вот то, что сейчас делаю, такой вообще, это в России мы только-то делаем. В России, в России, CSGO вообще зарождалось, когда еще? До 2000-х годов, да? Вроде бы там. Ну да, 1,6. Не, ну, я не знаю, я родился в СССР, 4, 4, 4. Слушайте, посмотрите в комментариях, если вообще, когда контракт вышла? Самая первая. Самая первая. Мне кажется, до 2000-х годов. Ну, до 2000-х годов. Да, что такое? Калаш выпал. Сколько он стоит хотя бы? Доллар? Может, доллар? Да. А, стоп, тебе сколько осталось? А, ладно, еще 10 кейсов, потом 3, и оттуда выпадет нож, все. Ну, как планировать. О, авик был. И падает говничек. Так, слушай, все очень плохо, ты бы видишь, да? Три ключа, когда остается, вот там выпадет нож. Еще семь кейсов, да? Все будет, так что надо. А, и камера выключилась. Нет. О, боже. Если сейчас упадет нож, я ненавижу жизнь. А, нормально. Так. Погнали. Сколько ключа осталось? 7. 7? Нет, 6. Нет, 5. Вот сейчас 3 крутани. Подожди, ну я увижу 3 кейса, что останется. Все. Все, стоп. Сейчас ножик? Сейчас ножик, да, по идее. Ну, 1 из 3, да. Но, стоп. Блин, ну что ты делаешь? Я должен отбить. В этом и есть магия. То есть сейчас должен ножик вывать? Да, если я нажму, гляд, ты... Пипец, он жадиный. Это просто жесть. Вы понимаете, он даже не дает открыть кейс. Так, все, давай, открывай. Не, 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 все, открывай ты. Проигрываешь, так проигрывай. До последнего. Это из-за того, что он не дал открыть кейс. Черт. А, сейчас будет контракт. Контракт? Да. Ну, а толку? Да, там. Из контракта можно нож будет? Конечно. Нет, ножик нет. Ну все, тогда он. Нормально. Оставьте в комментарии, у кого есть такой друг, который не дает вам открыть даже ни одного кейса. Вот, оставьте в комментариях. Я тут сижу, между прочим, да? А мне даже открыть кейс не надо. И даже это не вставят в ролик, наверное. Да, отлично. А, вы, вырешивай, вырешивай, типа. Так, смотри. О, колония. Интересно. 2 доллара, ё-моё, это что такое? Это поражение. Это поражение. А знаешь, почему? Да, все хватит. Так, ну что ж, один. Полетели делать контракт из-за вот этого уже. Сейчас скажу, что здесь может упасть. А, здесь может упасть говно. Правда, все говно. Да? Да. Так, и она падает. Ну, красиво. Я хоть не могу побегать. Прикольно. Хотя Меца Зашка. Сколько она стоит? Ну, долларов 2 будет стоить, 3 доллара. 3 доллара. Да. То есть, это реально, в этом кейсе, реально, самое дорогое, это, считай, нож. Да. Ну, ножа, ножа. Друзья, прошло 11 часов, и у меня есть настроение открыть еще кейсы. Я не знаю, у меня такое чувство, что сейчас что-то пойдет. Может, повеселей, бро. Я не знаю, чувак, как, может быть, веселей в этой ситуации? Мы открыли кейсы, мы ушли посмотреть фильм. Кстати, всем советую посмотреть «Форд против Феррари». Очень классный фильм. Это первый за 2 месяца фильм, который я посмотрел, я ставил кайф. Правда, очень хороший. Ножик. О-о-о-о. О-о-о. Стартрек. Стартрек. Дорогой мой друг. Бро, это знаешь сколько долларов? Это 11 долларов. Нет, это будет 17 долларов. Бро, это 11 долларов. 17. 11 долларов, бро. Лайк за 11 долларов. 37. 50 30 процентов открытием а купили да но ты должен его продать быстро не чтобы он начал падать успеем продать самое дорогое что него было за это слушай ну уже уже хорошо уже хочу то что вернулся по ходу если те что-то красное статрек выпадет это будет пушка да ну статрек это жестко у нас еще выполнил гопоношно это типа крут я просто сейчас хотел отдохнуть немножечко но потом понял факт я открыл 50 кейсов это слишком как там мало для моего канала люди ждут у меня больше всегда таки миллион поэтому открываю больше кейсов да я про трачу много денег но ребята я на самом деле заматировался потому что под последним роликом вы набрали очень много лайков и просмотров уже 130 тысяч просмотров то есть вы жесткие прям очень жесткий ролик про обнову где я пнул 1000 уровень где оборотил 600 долларов 500 он на первом месте у меня то есть вот видите он он на втором уже но он хороший короче спасибо что вы прям очень сильно подержали мне настроение поднялось я прям родился еще раз чувак ножик не я я все равно верю в ножик почему-то либо век упадет либо на что-то кратко красно либо ножи почему-то попадает когда ты их не не ожидаешь ну чувак да есть такая тема ну типа и обычно когда просишь какую-нибудь другое оружие типа блин не на самом-то деле правда по 2000 на мы будем у меня не умеете раз было типа вы сейчас упадет ножики ум падает да ну блин ну и ты открывал сколько ну давно не немало 3 кест открыл сказал вывезет ножик да это было недавно разве я открою твой кесса не вижу чтобы не выпало готов давай коллаж на трек да ладно если он долларов 15 стоит все очень хорошо больше стоит бро походу 17 долларов слушай мы мы не мы из 50 долларов стивили а мы окупились у нас еще 20 долларов осталось мне все кейс открыли чувак watch у нас 30 долларов еще осталось давай вот так вот вот эти вот все и не смотрим давай были так даже интересно да да не так интересно реально я так ни разу не открывал о все мимо чего короче давай купим короче сами кис он подражал слышишь кто этот кейс сколько он стоит ты уже полтора доллара полтора доллара должен стоял я уже я уже даже не комментирую это так а в общем сейчас мы покупаем еще кейсов я это все чтобы не выпало продаю и мы открываем еще окей друзья я закупил еще кейсов 13 штук полетели честно в диком шоке буду если не упадет ножик мы хотим слушай ты на самом деле окупил уже сколько бы по 57 долларов я все продал участку последние деньги открываем тратим суши давай и товарищ с ним давай не будешь чтобы это просто вот так и серьезно да люди будут нет ну ладно давай только потому что ты никогда такого не делал не такой дел все последний кейс все основной нормально откроем 6 да ладно да ладно да ладно кровавая паутина вы только что не говорите чувак о боже почему я не показываю это первый кейс ты записываешь да нужно дописать я знал что нужно дописать чуваки если что сейчас если что сейчас два часа утра пол двенадцатого в два часа ночи мы записывали начало роликов 12 утра где вот такое я решил перед публикации еще открыть кейсы просто жесть просто лучше чего для контента просто забей слушай флаг обидно что именно этот ну вы не видели вид ну да на самом деле такое знаешь как будто вот родился ребенок так ладно ножик упал да еще один прикинь а давай опять опять фантомного так не нужно же приюшку вязать бабы круче потому что хотя бы превьюшки да а что если сейчас и пирюшку силы лучше за скрыть да еще один ножик ну еще один ножик это конечно вот вискутом скрытой все блин мне кажется а мы не ждали да не они они не выжали в этом ну слушай честно максимально не ждал вообще то это я хочу этот ножик сейчас я буду я буду я буду с ним играть сейчас ок просто трек прямо завода все последний губу раскатал так я продаю я хочу еще вот эти вот такие чувак это то что нам упала очень круто дальше давай посмотрим сколько он стоит сразу не боюсь сейчас сейчас в конце сам но он крутой да он прикольный блин это кровавая паутина это же я хочу в рим вас риск конституции 8 долларов на не ну калаш он стоит нормально последний а прям кейс ничего себе все готов он после полевых и свитания но он выглядит смотри как классно он очень хорошо участишь и чувак но очень чистый 400 долларов я купил все что я потратил за этот день просто просто бэн без тебя вот чел который этот смотрит у меня не было бы ни денег ни возможности этим заниматься спасибо тебе большое 20 тысяч лайков под этим роликом и открываю еще 100 кейсов еще 100 кейсов но мы в этом ролике 80 открыли 80 все чуваки спасибо но она того стоило это я вас обожаю ребят пока что это и 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 Продолжение следует...